Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Костяя, я Иван, мы продолжаем играть на сервере Радмир МТА, второй сервячок, всё как всегда. И сегодня я уйду с ютуба и покажу куда именно я уйду, на какую работу, зачем и сколько платят. Мопеты уже цыгане спиздили, мы начинаем. Итак, мы находимся возле мэрии Сан-Фьерро, сейчас в неё зайдём и устроимся на новую работу, которая нам открылась на 13 уровне. А именно сборщик автомобилей, только нам сначала надо уволиться с таксистов и теперь сборщик автомобилей. Всё, мы устроились, сейчас посмотрим на карте где она находится, она находится вот тут, посередине, далеко от местного обменного пункта, обмен имущества, вот тут. В принципе, берём мопед и едем. Можете спросить, где кабан, а я как хороший ютубер, любитель контента разного, продал кабан, хотел купить одну тачку, не вышло. Купил Ешку 63, сейчас где-то с коренной вставлю. Покрасил её в белый цвет, она была там в ужасном состоянии, конечно, она была FT-FT полностью, купил СБУ за 88 тысяч, слил ещё всю историю владельцев. На размере получается, если в тачке есть 5 владельцев, то ты её можешь только слить на БУ. Либо обнулить всех владельцев за 75 тысяч долларов, либо 100 вот этих кредитов, где они? Вот этих, 100 кредитов. Я пожертвовал 100 кредитов, обнулил историю владельцев, можно сказать, обнулил ПТС и сегодня успешно продал за 100 тысяч. Чего я хотел сказать? Я хотел вообще сказать совсем не то. Я хотел сказать, что эту идею я предлагал серверу смотра МТА года, наверное, два назад. Вот если я сейчас найду видос, я вставлю фрагмент, где я предлагал именно эту идею, именно сборщик автомобилей, автозавод. Автозавод. Но наши хорошие админы смотра МТА не прислушиваются к игрокам. Блять, Камри 3.5 полетела на арабском чипе, ну всё ясно просто. А ну, да, просто в космос улетела, вот. Не прислушиваются к игрокам, а Радмир, может они ролик посмотрели, да ладно, я шучу. И Радмир эту идею реализовал, но можете сказать, типа, Эван, ты чё, додик? Типа, эту идею уже давно придумали, ещё... Генема, там чё-то полетело. Ещё придумал Даймонд, где-то в 2016-15 году в Сампе. Потом придумал Аризон. Но с возможностью МТА, с возможностью маппинга, с возможностью разных моделек заменять, программировать что-то в МТА. Эта работа просто сейчас выглядит, мне кажется, вообще идеально. Вот мы приехали на такой вот завод, заходим. Шкода! Угу, значит, сегодня буду работать на Шкоде-заводе и будем рапиться. А, это Октавия, сори. Октавию будем новую собирать. Здесь чё там, пацаны собирают? А звуки идут, кстати. Прикольно, о. Так, приём авто, раздевалка, всё, заходим в раздевалку. Инструктаж. После начала работы по одной из сборочных линий, вам будет предоставлен автомобиль для сборки. Вам будет необходимо поэтапно устанавливать на автомобиль капот, багажник, двери, колёса. За каждый собранный автомобиль вам будет начисляться зарплата, и после окончания смены вы сможете получить заработанные деньги. Начать. Ничего себе, такая фирменный лук. Конечно, уже такой грязный-грязный, но Шкода и Шкода могли не заморачиваться, но заморочились, и выглядит очень классно. Вот, простреливаю на сборочную линию. Уже наша Шкода здесь стоит, красненькая. Будем сейчас Шкоду собирать. Берём двери, так, несём на чекпоинты. Во! Всё, да? Ура! Я думал, нам ещё придётся нажимать, знаете ли, как в сампе, на разные буквы. Там YN, YN, там устанавливать всякие детали. Но это не придётся делать, что очень хорошо. Просто принёс, поставил, принёс, поставил. Как по мне, это вообще прикольно. В отражениях видим какой-то Лас-Вентурас. Вот какой-то домик, видите, с Лас-Вентураса такой, одноэтажный. Интересно, как это так сделано, отражение. Всё, четыре двери поставили. Следующее, это капот и багажник. Блин, как же всё-таки выглядит это сочно. Мне вот интересно было бы, если бы ещё какой-то игрок работал вот здесь, на этой линии, да? О, Шкода нарисована. Если бы ещё какой-то игрок здесь работал, и, типа, мы бы вместе работали, нас кинуло в разные, типа, игровые миры. Это тоже интересно. Блин, наверное, всё-таки завод выглядит очень классно. Бампера, не бампера. Не, ну, реализованно, мне кажется, работа вообще топчет. Задний бампер поставили, всё. И теперь нам остаётся ставить только колёса. Лол. Конечно, было бы прикольно, если бы ещё там что-то было, кроме дворей и там колёс. Хотя это, хотя это больше времени на один автомобиль. И уже там больше парится, и больше денег надо будет платить. То, в принципе, 4 двери, капот, багажник, 4 колеса. Буквально сколько? Ну, минуты две, да? Или сколько мы тратим на это всё? И тачку всё. Собрали почти. Берём последнее колесо, ставим. Крутим, крутим, крутим. Крутим, крутим, крутим. Всё. Поехала. Дальше куда она? Она просто пропадает, я понял. А вторую тачку, что нам делать? А, я понял. О, теперь уже фиолетовая наш кода. Всё, едем. Давайте засечём время. 30 минут, вот. Сейчас посмотрим, за сколько я сумею собрать. Вот, выраставим одну. И потом посмотрим, сколько нам заплатило за две этих... Шкоды. Денег. Прям очень интересно. Пока что. Мне кажется, в две минуты я уложусь. Знаете, что бы я предложил сделать? Все, мне кажется, играли в Car Mechanic Simulator. И, тем более, сам Ковалевский играл в Car Mechanic Simulator. И все знают, как ставить детальку. Вот, конечно, там внешне нормально ставится. А когда ставится там двигатель или ещё что-то, ставишь детальку, и тебе там приближается к болтам, и тебе просто надо навести на болт, зажать клавишу, и всё, и он закручивается. Мне кажется, это было бы тоже прикольно. Там колесо, пять болтов или четыре, да? Багажника там две, два болта или четыре. Капот 2.4 там. Двери тоже четыре. Вот это было бы тоже интересно так. Так, задний бампер. Задний бампер. Оп. Поставил. Поставил. Не, ну, против Самповского. Вот реально, кто играл на Даймонде, собирает эти автомобили. Тут прекрасно помнит, как они выглядят. Просто обычные автомобили. Самповские. Баллончик, красить. Вот это колёса ставить. Это такой капец. Просто вспомню. Конечно, для 2015 года это было реалистично, но что вот делает МТА с такой работой, как её можно вообще сделать. Я вообще в шоке. И потом вспоминаешь нашу СМОТРУ и смотришь на Радмир, на такую даже работу, простенькую, можно сказать. И... Земля и небо, чё. Всё, уехала наша Шкода. 32 минуты. За 2 минуты мы успели сделать. Поехали, посмотрим. Вернее, поехали. Какой поехали? Побежали. О, зелёная Шкода. Не, не хочу. Побежали, посмотрим. Малярный цех. А, сюда? Нет, нет. Может, они, конечно, потом ещё её как-то расширят, там, малярный, там. Движок, ещё что-то такое. Было бы очень интересно. Побежали, посмотрим, сколько нам заплатят за 2 машины. Закончить. 720 долларов. То есть, нам заплатили 360 долларов за 1 автомобиль. За 2 минуты. Путём нехитрых вычислений получаем, что на 1 тачку мы тратим 2 минуты и зарабатываем 360 долларов. То есть, за час мы можем сделать 30 авто. 30 авто умножим на 360 долларов и выходит 10800 баксов за час на такой работе. Поставьте лайк, если вам был полезен этот ролик. Напишите комментарий, понравилась вам эта работа или нет. Работали бы здесь или нет. Лично я зашёл, кайфанул, потому что давно такой проработанной работы я не видел. Тем более, на смотре. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Пишите комментарии, чтобы хотя бы как-то продвинуть этот ролик в топ. Вот. С вами был Иван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok